В соответствии с нормами бюджетного законодательства, средства, полученные за счет перевыполнения доходов, предлагается распределить по следующим направлениям. Расходы на текущее содержание и капитальный ремонт учреждений образования планируется увеличить на 38 миллионов гривен, в том числе и за счет остатка на 1 января по образовательной субвенции. Капитальный ремонт спортивных площадок – 11 миллионов. Таким образом, объем расходов на образование составляет 2,5 миллиарда, в том числе и капитальный ремонт – 118 миллионов гривен, то есть мы приблизились к сумме 2016 года, что говорили на предыдущей сессии. Расходы на капитальный ремонт спортивных площадок составят 22 миллиона. На 20,7 миллионов увеличиваются расходы на здравоохранение только за счет перевыполнения доходной части бюджета, в том числе на капитальный ремонт – 13,2, на приобретение медикаментов – 6,6, на возмещение расходов по бесплатному и льготному отпуску лекарственных средств по рецептам врачей в условиях амбулаторного лечения на 0,9 миллионов гривен. Таким образом, расходы на здравоохранение составляют 1,6 миллиарда гривен, в том числе медикаменты – 96 миллионов, капитальный ремонт – 62, медикаменты – 28,8 – это компенсация по рецептам. На проведение ремонтных работ в помещениях зоопарка для бегемотов конюшен предлагается направить 1,5 миллиона гривен. На реконструкцию зданий по центру предоставления социальных и административных услуг предусмотрено 51 миллион. На капитальный текущий ремонт жилого фонда предлагается дополнительно выделить 93,5 миллиона. Расходы на проведение капитального текущего ремонта с учетом предлагаемой суммы составят 255 миллионов, в том числе капремонт – 118,5. На текущий ремонт уличнодорожных сетей предусмотрено 30 миллионов. На капитальный ремонт и реконструкцию трамвайных путей и переездов, светофорных объектов дополнительно запланировано 49 миллионов гривен. На приобретение специальных автомобилей, дорожных механизмов, станков для производства купе-кабин-лифтов увеличивается на 100 миллионов гривен.